Ну что, поехал, разбил все машины таксистов, всех таксистов разбил и улетел туда, вон. В остановке Заводская на перекрестке улиц Суворова и Краснореченская из-за ошибки нетрезвого водителя оказались повреждены 6 иномарок. Два человека получили травмы. Предполагаемый виновник, который управлял БМВ, получил ушиб грудной клетки. А человек, сидевший на пассажирском сидении в припаркованной Тойоте Спринтер, травмировал голову. Четыре из шести разбитых машин в момент ДТП находились в парковочном кармане у остановки. Водители, подрабатывающие частным извозом, сидели в автомобилях, но не следили за дорожной обстановкой, потому что ехать пока никуда не собирались. Да мы ничего не поняли. Говорят вот это по рассказам. Вот она вот. Что-то где-то они на перекрестке Калдину зацепила и Калдина по кругу все собрала. Тойота Калдина, первой получившая удар, двигалась по Краснореченской со стороны центра города. Перекресток с Суворова автолюбитель намеревался проехать в прямом направлении. По первому ряду ехал с центра в сторону южного, в прямом Красной речке. Ехал где-то 60 км в час, потом какой-то сильный удар, то ли вбок, то ли сзади, так и не понял откуда. Ну и начал трясти машину, ну и вот я оказался здесь. Водитель универсала, получившего сзади неожиданный удар, не мог контролировать движение своей машины. Калдина врезалась в стоящие иномарки, постепенно гася скорость. Каждое следующее столкновение при этом выходило менее разрушительным, чем предыдущее. Повреждение припаркованным автомобилям нанес не только корпус Тойоты Калдины, но и металлические предметы, отлетевшие от нее в результате удара БМВ. Термос и канистра для бензина из багажника универсала описали в воздухе эффектную дугу. Один из этих снарядов упал на крышу, стоящей поблизости темной Тойоты Короны. При этом было разбито лобовое стекло. БМВ после столкновения с Калдиной пересекло встречные полосы движения и две пары трамвайных рельсов. Иномарка остановилась только после того, как врезалась на излете в дерево. Увидев целую толпу разгневанных шоферов, водитель немецкого седана явно опешил и попятился. Но убежать ему не дали. При этом мужчины, остановившие водителя БМВ, не стали сразу судить о том, по какой причине, тот попытался подальше отойти от разбитой машины. Или шок испытал, или он не в адеквате. Просто на срыв и все, убежать хотел. И все, дело. Он пошел на срыв, мы его все. Никто не ловил, все поймали. Автоинспекторы проверили нарушителя на алкогольное опьянение и установили, что он сел за руль пьяным. БМВ ему не принадлежит. Водитель сказал полицейским, что взял ее у друга покататься. В четвертом часу утра во дворе дома, стоящего на улице Ленина, загорелся автомобиль. Ниссан Эрнесса привлек внимание соседа хозяйки машины громким хлопком. Вероятно, от жара, бушевавшего под капотом пламени, лопнула одна из покрышек. Мужчина вызвал пожарных. Сын хозяйки заметил ЧП уже после того, как приехали спасатели. По его мнению, из-за неисправной проводки машина вряд ли могла загореться. Да, я даже не знаю. Аккумулятор был отключен. Тем более севший. Не знаю, даже не представляю. Не пользуясь машиной? Ну, стоял и ждал. Как бы дальнейшего ремонта еще немного. Автомобиль был поврежден в ДТП, которое случилось еще до того, как в Хабаровске выпал снег. Долгое время иномарка стояла во дворе. Сыновья хозяйки пытались отремонтировать машину своими силами. Претензий от соседей по поводу парковки они не слышали. Часть ремонтных работ молодые люди сделали до пожара. Но до полного восстановления было еще далеко. О том, что делать с машиной после ночного ЧП, семья еще не решила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова